Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Снова мы возвращаемся на финансовые рынки и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях. Центральной рыночной темой остаются события на Ближнем Востоке. Ситуация является паковой, друзья, вы сами прекрасно видите то, что эскалация, она фактически происходит каждый день. И сейчас центральные, основные заголовки связаны с тем, что Иран все-таки ответил. В данном случае есть уже подтвержденная информация о том, что были совершены ракетные удары по военным базам Соединенных Штатов Америки. К сожалению, есть еще инцидент, связанный со сбитым гражданским самолетом, опять же, над территорией Тегерана. В этом инциденте еще нужно будет разобраться, но, к сожалению, это попахивает самым настоящим, открытым уже военным столкновением. Я уверен в том, что так же, как и раньше, мы с вами находились в режиме ожидания того, что может сделать Иран в ответ на убийство Сулеймани с Соединенными Штатами Америки. Сейчас мы замерли в ожидании ответных действий США уже на ответы Ирана. Поэтому, друзья, ситуация, как вы прекрасно понимаете, остается в крайней степени нервозности. Это провоцирует снова повышенный спрос на защитные инструменты. Поэтому за последние часы очень сильно укрепились иена, выросли доходности американских облигаций, сильно выросло золото. В принципе, спросом пользуется действительно вся категория защитных инструментов. И я думаю, что такого рода тенденции в отношении этих активов будут преобладать и дальше. Нефть у нас после обновления шестимесячных максимумов уже ушла на восьмимесячные максимумы. Сейчас бренд торгуется на уровне 6905. При этом локальный максимум был сфиксирован на отметке 70.95. Я повторюсь, друзья, в отношении нефтянки все довольно просто. Реакция тоже предсказуемая. Участники рынка опасаются, что реальные военные действия, столкновение и конфликт между США и Ираном приведет к потенциальному дефициту предложения на глобальном рынке углеводородов из-за перебоев поставок со стороны Ирана и Ирака. На эти регионы приходится более 30% всех ближневосточных поставок. Поэтому, в принципе, опасения более чем адекватны. Поскольку мы, к сожалению, не можем сказать, что ситуация в плане неопределенности сошла на нет, как я уже отметил в самом начале этого брифинга, мы находимся в состоянии неизвестности того, что будет дальше. Мы по-прежнему говорим о том, что конфликт продолжает усиливаться. И пока этот фон остается центральным, разумеется, ни в коем случае не нужно отказываться от ожиданий того, что бренд уйдет на новые локальные максимумы. Да, мы достигли очень высокого уровня. 70-95, повторюсь, это уже локальный максимум. Кому-то, возможно, достаточно таких значений. Кто-то уже начал фиксировать профит. Это те, друзья, кто из вас держит длинные позиции. Тут уже впереди маяч. Это уровни, которые были характерны, скажем, для этого рынка в 2018 году. Это уровни для бренда в районе 80 долларов за баррель. Также отмечу, что прицепом идет поддержка в виде данных по запасам. Традиционная репетиция перед выходом данных от администрации энергетической информации. Это отчет от Американского института. Нефтезапасы снизились на 5,9 миллиона. Мы ждем, что ситуация повторится. И по официальным данным тоже будет зафиксирован спад. Ну и, конечно же, важно отметить, что во всем том инциденте, в котором сейчас активно фигурирует Ближний Восток и США, мы видим периодические комментарии прочих представителей мировой политической элиты. Китай остается в стороне особняком. Никак не комментирует ситуацию. Он, может быть, понимает, что сейчас лишние слова могут испортить тот прогресс, который был достигнут в плане торговых договоренностей с Соединенными Штатами Америки. И, в принципе, лишний раз они не хотят портить отношения с Трампом. Поэтому никаких заявлений, никаких комментариев. Мы в связи с этим ждем, друзья, 15 января. Хоть какой-то позитив в плане последующего улучшения настроений и оценки мирового экономического роста уже на ближайшие несколько лет. Новостной фон, геополитический форс-мажор, факторы, статистика и ожидание подписания первой фазы торгового соглашения. Друзья, это все то, на чем сейчас выстраиваются, опять же, покупки бренда и WTI. И все то, что и обеспечивает рост этих инструментов. Доллар иена 108.31 минимум был зафиксирован. 107.54, опять же, подобная динамика явно отражает желание трейдеров или, наверное, логичную реакцию трейдеров на любой виток напряженности, эскалации на Ближнем Востоке, желание увести капиталы в защитные инструменты. Иена из-за кредиторских качеств. Япония всегда относилась к топовым активам такой категории. Поэтому и сейчас каждый раз, когда есть причина говорить о какой-то мировой неопределенности, этот инструмент выигрывает лучше других. Хотя сейчас с этим можно поспорить. Золото все-таки демонстрирует более устойчивую восходящую динамику. В общем, возвращаясь к паре доллар-иена, друзья, я рекомендую держать короткие позиции, потому что так же однозначно, как и с рынком нефти, рынок нефти будет расти на событиях на Ближнем Востоке. И эти же самые события будут поддерживать аппетит и интерес инвесторов именно к защитным инструментам. Пара доллар-иена – это как раз конкуренция двух инструментов с такими качествами. Но иена всегда априори будет выигрывать, потому что эти качества у нее более выражены. Вчера доллару особо не помогли данные по АСМ, хотя отчет очень сильный, активность в сфере услуг, то есть очень хорошая база для последующего экономического роста. Но это еще раз, друзья, доказывает то, что сейчас рынок фильтрует статистику, она не имеет никакого значения на большинство финансовых инструментов. Тема только одна – как дальше будут развиваться события на Ближнем Востоке. И пока что у нас нет никакого позитива и причин говорить о том, что ситуация постепенно деэскалируется. Золото – 1593 доллара за тройскую унцию, хай был 1611. Друзья, так же, как и с нефтью, кому-то, может быть, было достаточно отметки 1600. Я частично закрыл тот рабочий объем, который использовал в ожиданиях роста золота. Действительно, мы сделали очень хорошую цель за очень короткий промежуток времени. Максимум – многолетние. После того, что произошло минувшей ночью, опять же, инцидент с самолетом и атака на базу на США в Ираке, я уже видел цели от многих инвестбанков, что рост продолжится до отметки 1800 долларов за тройскую унцию. И есть даже ожидание, что мы увидим и 2000. Это очень круто, конечно же, это фактически 30% еще роста. Безусловно, такое движение проделать будет очень трудно за промежуток даже в рамках года, даже с учетом такого новостного фона. Но все-таки в качестве ближайшей цели предлагаю еще накинуть 50 долларов и ориентироваться на уже сопротивление 1650. Евро против доллара 1.1149. Нежелание трейдеров рисковать приводит к тому, что рисковые активы активно теряют свои ценовые позиции. Базовая инфляция в еврозоне 1.3%, как и было. В принципе, на настроение не повлияло этот релиз. Евро будет снижаться. Дальше я говорил уже тысячу раз, почему евро будет оставаться под давлением. Если интересует, пересмотрите прошлые брифинги. Фунт против доллара 1.3121. Здесь ситуация поинтереснее, потому что здесь у нас все-таки есть фундамент в виде Брекзита, который для фунта все-таки самый определяющий. Сегодня, друзья, важный день. Я настраиваюсь на очень высокую волатильность, прежде всего, британской валюты, потому что сегодня состоится встреча премьер-министра Англии Бориса Джонсона и главы, новоиспеченной главы Еврокомиссии Урсулы Дерл Лайен. Эта встреча будет посвящена перспективам торгового соглашения между ЕС и Англией и сроками, в течение которых это соглашение может быть достигнуто. Возможно, каких-то суперпрорывных моментов и комментариев мы не увидим, но считается, что эта первая встреча станет базой для дальнейшей риторики между сторонами того, как будут развиваться отношения. Я все-таки считаю, что стакан наполовину полон, поэтому вижу позитив в этой встрече, считаю, что какие-то конструктивные, позитивные заявления будут сделаны. Там мы с вами додумаем, как это нужно будет развернуть и стоит ли это использовать в качестве возможности для роста фунта. Я фунт покупаю, друзья, и жду сначала отметку 1.33, потом 1.35. Австралийцы против доллара снижаются, я тоже, друзья, вам уже много раз говорил, продавайте этот актив австралийцы, потому что здесь, опять же, и ситуация с отношением к риску, здесь и статистика слабая от индексов производственного сектора сферы услуг и заканчивая рынком труда. И здесь последствия стихийного бедствия, самые настоящие катастрофы, форс-мажора, пожары, которые достигли Сиднея и уничтожили параллельно десятки миллионов гектаров сельхозугодий. Давал оценку Goldman Sachs, что это будет стоить австралийской экономике не меньше на 0,3%. Поэтому Резервный банк Австралии по-любому в феврале снизит процентную ставку. Закладываться нужно уже сейчас. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.